так друзья всем привет приехал я в магазин привез товар вот разгрузился сейчас вот остатки товара повезу в другой магазин вот так вот целый день у меня и проходят дороги так сейчас засниму магазин изнутри как все выглядит какие изменения и дальше поедем другой магазин так ладно все до свидания поехал все поехали в другой магазин включить там так друзья во втором магазине которую деревне находится вот отгрузился товар отгрузил товар весь сделали приемку вот сейчас хочу заснять этот магазин как он выглядит на телефон снимать очень сложно вот и звук не особо четко выходит так что не обессудьте буду стараться говорить громче чтобы все слышали меня сейчас сниму магазин так вот он магазин 10 третье дерево было и успели выкину раньше сажали эти деревья тополя нафиг они нужны пришлось спилить а то обзоры мешает вот такое здание получается в общем вот такое здание это вот конкуренты здорово друг это мой друг там помощник так в общем вот такая вот деревня сейчас сниму магазин и 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 так друзья прошел сегодня мой день так остановился записать очередной свои видео вот в итоге сегодняшний день прошел у меня весь в дороге поиском продукции товара вот развез я по своим точкам товар вот как как всегда сегодня стало рано поехал по оптовым базам купил товар по заявкам получается мои продавцы на оставляет не ну каждый раз каждый день мы с ними созваниваемся пишем какие заявки нужны по магазину я записываю все это и хожу потом по точкам своим и закупаясь товар получается вот я сегодня закупился всем необходимым товаром вот и отвез по двум точкам получается сейчас остановился записать видео и рассказать про такую ситуацию которые происходят произошла вот на днях не на днях буквально неделю тому назад я как-то и ходил по своим точкам вот так вот и как-то увидел одно место там сдается в аренду написано думаю и мысли такие пролетели думаю прикольно было бы взять вот это место в аренду потому что ну реально на прикольное место там проходимость такая хорошая и думаю открыть там мясную лавку и буквально через неделю смотрю там уже кто-то взял в аренду это место и реально открыл мясную лавку как говорится кто-то думает также как я получается наверное этот тоже предприниматель такой вот мысли мысли одинаковые у нас с ним по ходу дела и в итоге он открыл мясную лавку там получается там колбаса не колбаса мясо такое свежедеревенское и в итоге я вспоминаю как-то смотрел эфир в этом в инстаграме в прямой эфир выходил этот игорь любаков и на него подписан и в итоге он как-то рассказывал в современном мире говорит он не действует вот этот поговорка семь раз отмерь один раз отрежь и это реально так в нашем мире не действует эта поговорка в современном мире надо быть мобильным надо быть шустрым в нашем мире если ты предприниматель надо прям сразу думать и сразу принимать решение они так там допустим подумал и потом ага пока ты будешь думать кто-то уже за тебя это сделает соответственно не надо семь раз мерить и потом один раз резать в современном мире это не действует не действует вообще никак надо просто брать реально если что-то тебе пришла какая-то мысль в голову и ты думаешь что это перспективное прям надо брать и делать а потом уже решать все остальные вопросы по мере их поступления вот так же и произошло вот с этим допустим пример вот элементарный буквально неделю тому назад у меня были мысли таки думаю прикольно местным можно вместо можно было бы было бы взять в аренду как бы открыть мясную лавку и тут уже за меня кто-то до меня пошустрее оказался видите как поэтому если какие-то мысли к вам приходят в голову там допустим по поводу открытия магазина по поводу там открытия своего бизнеса там неважно какого бизнеса там магазин будет ли он продуктовый будет ли он там по продаже обуви там допустим по продаже шмоток еще чего-нибудь просто надо брать и делать не думать и размышлять все все вопросы будут решаться по мере их поступления не надо забивать свою голову какими-то там ненужными вопросами которых в принципе еще с тобой не столкнулись они могут вообще с тобой к тебе не не прикоснуться эти вопросы не столкнуться с твоим там видом деятельности а ты будешь а ты заранее паришься по этому поводу поэтому не надо заранее париться все вопросы решаются по мере их поступления вот так что берите и делайте в этом мире не надо долго думать надо брать и делать вот об этом я хотел вам рассказать сегодня друзья а так погода шикарная и не жарко и не холодно пасмурно башкирии последнее время вот начал замечать что это же первый мой бизнес получается чем я занимаюсь первый год вот полноценный идет открылся я под осень получается сейчас уже лето начало лета да начал замечать вот летом по продаже увеличивается и прям видно как новую как они увеличиваются особенно мороженое начинает хорошо проходить там всякие чупсики жвачки всякие дети вот эти вот покупают вода минералка пиво все разлетается начинает поэтому погода у нас сейчас башкирии конечно пасмурная чуть-чуть но думаю к лету я стабилизируюсь и в несколько раз увеличу свой свой доход как говорится поэтому если кто хочет заняться допустим таким же бизнесом какие мой продуктовым магазином надо подбирать время года в каком какому времени года открывать открывать этот магазин потому что ближе к весне если открываешь там конец зимы начала весны в этот самый самый то наверно пока ты там приучишься уже лето будет а летом уже соответственно у тебя продажи попрутся попрут и все будет хорошо вот а я чуть-чуть и не приду гадал не посмотрел это все и получается коси не открыл именном пришлось тяжеловато чуть-чуть но ничего страшного чем тяжелее ты начинаешь тем дальше легче будет вот поэтому поэтому вот так вот друзья поэтому вот так вот все друзья телефон у меня упал вот неудобно снимать на телефон вот наверное в будущем все-таки куплю камеру какую-нибудь хорошую и буду снимать и качество чтоб лучше было и звук чтоб хорошо вам было слышно меня вот поэтому вот такие вот друзья дела вот сейчас думаю по пути заеду в то место где мой брат ставил улей и ловушки для пчел посмотрю не попались ли там пчелы вот и поеду дальше в стрельтомак отдыхать за завтра с новыми силами к своей мечте буду двигаться дальше всем пока